Субтитры делал DimaTorzok С утречка на пляжик пошел. Посмотрим, сколько народу в 9 часов утра ходит по сурдаку. По качеству не видно почти никого. Ставовка небольшая, работают уже. И уже люди сидят, кушают. Не надо спалить, потому что вы здесь все работаете на сурдаку. Кругом в одни столовки. Кто-то идет на пляж, а кто-то уже и уходит. Ну так, немноголюбно. Так же камера отъезды. Просто утренняя прогулочка. По набережной Судака. Столько народу на праздник уже. Еще не все проснулись. Самые ранние пташки. Хотя время уже почти 10. Морские приключения. А также меди, рапан и горячие пакуузы. Дорогие друзья, подтягиваемся. Все ближе, ближе. Подтягиваемся. Сейчас будет зарядочка. Веселая, артина. Подходите ближе, вам будет весело и интересно. Поведем на зарядку. Я уже успел искупаться сегодня с утречка. Поэтому иду охлажденный, охолонувшийся, в хорошем настроении. Еще поесть бы что-нибудь, позавтракать. Вообще было бы шикарно. Все видим народу не так уж и много с утра. Но вечером, уверяю вас, тут биточек. Вечером народу тут очень много. Вот чебуречная еще закрыта. А со скольки интересно работают. Пожалуйста, цену на чебуреки. Это центральный пляж. Народу порядочно. Вот на этом красном красавце я катался к дельфинам. Было интересно и познавательно. Ну и весело. Здесь уже народу поменьше. Потому что все, видимо, в центре ушли. Все там столпились. Хотя здесь место тоже неплохое. Но на пляже-то народу нормально. Вот потихоньку, помаленьку подошли к колхозному пляжу. Вот здесь народу до хрена. Просто капец какой-то. Весь судак сюда собрался. Ну, с другой стороны, тут и этих отелей побольше как будто. Да и сам пляж побольше. Много народу. Ну, вот в целом, мы прошли набережную. Не знаю, сколько на километрах. Ну, грубо говоря, полчаса где-то идешь. Навяло. Не спешать. Вон по тропочке сейчас на Алчак сходить прогуляться. В конце еще кафешки какие. Фастфудные. Вот туда целая толпа пошла. Я тоже сюда залез сегодня, но в этих тапках, которые называются «Ни шагу назад», туда залезть очень трудно. Я туда вон. Вот эта дырочка. Здравствуйте. Как настроение? Супер. В таком месте и в такой хороший день настроение не может быть плохим. Я думаю. Улыбаются все хорошо. Кто-то просто сюда ходит, пообедает даже с собой, еду носит. Ну, что, мне кажется, хорошая идея взять свой тормозочек такой небольшой. Водички или что покрепче. И посидеть здесь в тенечке. По благоговеть. Водички чистые сегодня. Вон тот кусок камня, который в воде торчит. Туда как-то пацаны лазят. Прыгрыть с ним. Я бы тоже хотел. Если бы был бы помоложе лет. На 20 хотя бы. Да нет, шутка, прыгнул какой-то, конечно. Если бы не один был, чисто одного стрёмного, если честно. Здесь прикольно тоже. Наверное. Продолжение следует... А вот и лисичка. Иди сюда. Куда ты там спряталась? Голодная, наверное, да? Девочки, ну лисичку видели когда-нибудь? Да. Тут целая семейство и живёт. Короче, там у чёртова мостика прыгнул в воду с высоты. Вообще классно. Плохо. Единственное, что... Вылазить потом в этом же месте не получается. Вылазить приходится в другом месте и потом идти по камням, босиком. Вообще не кайф. Надо идти купить тапки, коралки. Ну либо, не знаю, что-то надо придумать. Потом ещё прыгну. Ну и жалко, что с собой не было этого чехла, чтобы под водой снимать. Потом приду с ним. Сниму это. Вообще это круто. Там глубоко. Вода чистущая. Вот. Страшновато, конечно, сначала. Но потом кайфово вообще. Класс. Потом покажу. Постараюсь. Вот, пожалуйста, время обеды. Уже и людей побольше стало. Прямо хорошо заходили. Чёрные пляжи. Ну, примерно так же, как и было. Все потихоньку на обед пошли. Вот, пожалуйста, Харик, конечно. Строманили меня в секту. Ливанский плов взял попробовать. Наверное, вкусненький. Такое простое заведение. 100 грамм 80 рублей. Как будто дождик собираться. Ещё за все дни пока здесь нахожусь. Дождя не было. Ну, хоть посвежее было, если дождик пройдёт. А это уже вечерняя прогулочка у меня. По набережной прогулялся. Искупался. Домой вот пошёл. Так, ну что ж, вот моя хатка. Кухня за 18 тысяч. Так, которая... Там какое-то непонятное помещение. Это дополнительное место. Мало и кто придёт в гости. Трихожая со шкафчиком. Так, и вот моя спаленка. С рабочим беспорядком. Да, если кто не в курсе, это у меня рабочее место. Санузел. Так, всё. Чельник даже есть. Простенько, но со вкусом. Но вид опять неплохой из окна. Сейчас вижу. Кочево. Загорать можно сразу. Вот те и море. Три горки. Там ангельная зона и всё остальное тоже есть. Так, это я нахожусь в уютном. Это такой район в Судаке. И продвигаюсь с другой стороны крепости. Тоже к морю. Есть пляжик свой там. И вот есть храм 12 апостолов, по-моему, называется. Туда как будто даже подняться можно. Что я и сделаю. И последними лучами золотит солнышко скалу крепостную. Вот сама крепость. Там я уже бывал. Думаю, смысла нет повторяться. И закат над морем. Старинные кирпичи. Так, ещё один день подошёл. Подходит к концу. Пока ещё, типа, отпуск. Пока ещё не работаю. Не ищу работу. Но чем я занимаюсь? Помимо того, что отдыхаю. Конечно же, я, чтобы навыки не потерять, что-то пишу, какой-то код. Вот кому интересно, короче, что я вообще делаю. Какой у меня вообще уровень в программировании. И на что я рассчитываю вообще в будущем после того, как начну искать работу. Так, ну я программист, веб-программист, мирового уровня middle, то есть средненький уровень. Не самый отстой, короче, и не самый высший. Но много чего могу, много чего умею. Специализируюсь на каких-то своих вещах. Потом стек свой расскажу. Но на последней работе приходилось много чего делать. Даже из того, что я делать не умею. Поэтому опыт получил колоссальный. Вот. В данный момент, помимо того, что я отдыхаю, я прихожу вечерком. Пишу свой пэт-проект. Ну, пэт-проект это проект какой-то там для презентации, грубо говоря. Для того, чтобы построиться на будущую работу. Чтобы у меня было какое-то портфолио. Ну, хотя у меня и так есть. Но что-то охота серьезно написать. Чтобы там особо с собеседованием не мучили. А сразу посмотрев, поняли, что я могу вообще в коде делать. Короче, потому что техническое собеседование я всегда прохожу очень плохо. Мне очень страшно. У меня сразу из головы вылетают все мои знания. Я его с треском проваливаю, короче. Вот. И поэтому, кстати говоря, проходить техническое собеседование это отдельное умение. Сейчас благо в ютубе, в интернете есть целые чек-листы с вопросами, которые на тех собеседованиях задают. И вот можно просто выучить их. И смело. Ну, то, что там дальше как сам работать можешь. Ничего не зная. А знаю лишь ответы на вопросы с собеседованием. И что думаю. Вот. Пишу свой пэт-проект. Угу. Пока секрет какой. Потом расскажу, если получится. Вот. Что еще. Это чтобы руки не забывали. И голова тоже. Очень моментально выносит из головы все знания. Чуть-чуть ты передохнешь. Пару недель и все. Как будто с нуля учишься, блин. Ну, нет, конечно, но... Прямо навыки как-то сразу теряешь. Вот. Просто видосы смотрю. Интересно, какие-то темы у нас сейчас. Очень быстро все это развивается. Хозяйство. Надо быть в курсе всего. И смотрю какие-то видосики. Что-то интересное. Просто повторяю. Ну, пишу я ту же самую, например, программульку какую-нибудь. Чтобы, во-первых, у меня кусок кода это был. И где-то в проекте употребить его. Так, дальше что. И время от времени, короче, на HeadHunter у меня свое объявление. Лежит. Ну, типа, что я работаю еще. Резюме получается, да. Не объявление. Вот. И иногда я просто отсылаю запросы. У меня там как бы список выпадает подходящих для меня вакансий. Я отсылаю запросы. Многие перезванивают или пишут в ответ. Сразу предлагают ТЗ какого-то выполнить. Или собеседование пройти. Я прохожу, но, короче, пока отдыхаю, я уже упустил три работы офигенных на самом деле. Очень жалко, если честно. Но я все-таки решил доблевотенно отдыхаться, чтобы прям соскучиться по работе. И сейчас, вот, прошел три собеседования, вообще успешно пригласили. Уже даже в одном месте работать начал, но потом решил, что все-таки я поехал в Крым и буду отдыхать. А уже месяц или даже два спустя, там уже все, и работу буду серьезно искать. Короче, далее, если будет интересно, там, не знаю, в комментах напишите, либо по лайкам будет понятно, может быть. Никого, кстати, не призываю лайки ставить и комментировать, просто чисто, если кому интересно. Потому что я не блогер. И, короче, вот такая тема. Просто пишите, подскажу, если что. Кто-то, если хочет начать программировать, кому-то лет много, примерно, ну, во-первых, смотрите видосы. Я тут прямо этим занимаюсь, что в 45 лет пытаюсь стать четким программистом. Ну, как бы я хоть и работал, но опять, грубо говоря, с нуля начинаю. Вот, кому-то что-то подскажу. Кто-то, если хочет с нуля прямо начать, подскажу, что почитать, что посмотреть. С чего начать, какую тему подобрать для себя, ну, какую стезю, грубо говоря. Я думаю, на этом все. Тут, наверное, видос, это отлинное сболтование с этой получился. Это, наверное, вообще надо какую-то отдельную рубрику под такие видосы делать. Отдых отдельно, а вот с этой фигней отдельно. Так что об этом тоже можете написать. В кучу все лепить или отдельно такие делать блоки. Поэтому все, наверное. И, конечно же, музыкально-вокально рубрика, которая у нас уже стала доброй традицией. Потому что происходит это все второй раз. Поскольку я сегодня прыгал в море со скалы, то и песня, я считаю, должна быть подходящей. И, разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. Спокойной ночи, господа. Спокойной ночи, господина. Продолжение следует...